Милана Анашкина – частый гость библиотеки имени Пушкина. Девочка приходит сюда, чтобы вылучить новые знания и попробовать себя в различных познавательных проектах. В этот раз ей вместе с друзьями предстояло стать участницей акции «Пусть всегда будет город, пусть всегда будем мы», которую сотрудники библиотеки посвятили 65-летию со дня присвоения Сарову статуса города. Я слушала лекцию, как рассказывали о городе Сарова, его даст примечательности, что здесь ново, что до нас здесь было, кто здесь жил, когда день рождения у города. В рамках акции сотрудники библиотеки приготовили для ребят интересные задания – написать добрые пожелания на стикерах и приклеить их на ватман, нарисовать герб нашего города на большом листе бумаги. Чтобы углубить знания об истории города, юные читатели посмотрели документальный фильм и познакомились с краеведческой литературой. Знать историю своего края, своей малой родины – это, на мой взгляд, должен каждый уважающий себя человек. Дети, конечно, сложновато им объяснять это, но мы стараемся объяснять, стараемся говорить о книгах, которые об этом рассказывают. В конце марта в библиотеке имени Пушкина пройдёт акция «Книжная радуга». В дни школьных каникул юные саровчане смогут принять участие в познавательных проектах, встречах и мастер-классах. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.